И первое, что мы хотели бы вам предложить, это взять листок бумаги, или, быть может, вы захотите это делать на компьютере, на ноутбуке, как вам будет удобно, и выпишите свои тревоги. Лично я использую для этого свой компьютер, и у меня есть файл, который так и называется «Освобождение». И начинаю я с того, что ставлю сегодняшнюю дату. Это начало предложения. И далее я начинаю записывать «Господь, предаю Тебе вот это конкретное обстоятельство или проблему. Я предаю этого человека в Твои руки». И очень часто речь шла о члене семьи, который заболел, или у которого была проблема. Я могу записать туда имя своего друга, пастора, который заболел, я могу записать какую-то ситуацию, где человек проявляет свой гнев, быть может, даже в мой адрес, но я предаю это все Богу, чтобы Господь знал об этом. И я признаю, признаю перед Богом, что все это давит на меня, что для меня это бремя. Нет ничего слишком тяжелого или слишком легкого. Пожалуйста, помните, что если вы примените это в вашей жизни, неважно, как это будет происходить, Бог хочет, чтобы мы выражали Ему это. И один из способов выражения — это просто говорить, «Я отпускаю и отдаю тебе это». И иногда, может быть, если вы хотите применить это в своей жизни, то вы снова будете отдавать это Богу. Но, как мы с вами уже говорили между лекциями, вам, возможно, необходимо это сделать. Необходимо отдать это Богу, независимо от того, насколько это велико или мало. Бог хочет, чтобы вы отдали это Ему. Это не должно быть чем-то маленьким или чем-то большим. Чем бы не был этот груз, давящий на вас, вам необходимо отдать его Богу. И это один из способов сделать это. Чтобы немного оживить наш разговор, я покажу одну карикатуру. И вот посмотрите внимательно. Очень-очень большая проблема, которая их поглотила. Вот вы видите здесь две мыши, и они смотрят на знак. Там написано «Вы здесь», и показано, где они находятся внутри змеи. Для них это большая проблема. И в нашей жизни бывают проблемы, которые очень-очень сложные, практически неразрешимые. И я надеюсь, никто из вас не находится внутри змеи, как эти мыши. То есть в жизни ни у кого из вас нет таких неразрешимых сложностей. Да, действительно, могут быть очень сложные трудности, но порой мы просто слишком много переживаем. Вот посмотрите на эту собаку, далматинца. У нее очень странные щенята, не правда ли? Я считаю, что такое невозможно. Все эти котята не ее, но они почему-то на нее похожи. И она пытается успокоить своего мужа. «Милый, не волнуйся, позволь мне все объяснить». Я думаю, вы все слышали имя Марк Твен. Это человек, который написал много книг. Некоторые из них очень мудрые, некоторые просто смешные. Я думаю, вы слышали какие-либо из его высказываний. Вот одно из них. «В моей жизни мне довелось пережить ужасные вещи. Некоторые из них произошли на самом деле». И суть этого высказывания в том, что мы можем чрезмерно переживать. Переживать о том, что никогда с нами не происходит. И на это мы тратим очень много сил. Мы переживаем, переживаем о том, что может произойти. Но многое из того, о чем мы переживаем, далеко от реальности. От каких-то переживаний мы, быть может, даже теряем вес. И знаете, что я обнаружил? Если я привык переживать и беспокоиться, то я всегда найду, о чем переживать и беспокоиться. И если то, о чем я переживаю, на самом деле не происходит, все заканчивается хорошо, я нахожу еще что-то, о чем я начинаю переживать. И в конце концов я вынужден признать, если я ничего не изменю, я буду переживать до конца своей жизни. И вот поэтому очень важен этот шаг. Шаг, когда мы передаем Богу все наши переживания, большие и маленькие, отпускаем от себя. И позднее я обнаружил ответ вот на этот процесс освобождения. Вначале вам может показаться, что это проявление безответственности, когда мы что-то отпускаем и предаем Богу. Но с этого нужно начать. И на этом вы не остановитесь, потому что Бог призовет вас к ответственному выполнению того, что вам нужно выполнить в той или иной ситуации, которую вы предаете Богу. Поэтому второй шаг также очень важен. На основе этого перечня составьте другой, с перечислением действий, которые можно предпринять для решения указанных проблем. Какие же действия вы должны предпринять? И во время вашего размышления к вам может прийти мысль, «Ага, мне следует сделать это». Но не спешите, убедитесь, что это Дух Святой вам говорит. Вот представьте, что подобное время пересмысления у вас в понедельник, и вы записали 10 дел, но пока вы не представляете конкретного плана реализации этих дел. И вот в течение недели вы вновь возвращаетесь к ним, и приходит озарение. «Ага, кто-то мне только что подсказал, как мне следует это сделать». Скажем, в какой-то ситуации, связанной с финансами. Или, быть может, вы читаете Библию и обнаруживаете что-то, что проливает свет на то, что вы написали в своей тетрадке. Быть может, Бог подсказывает вам, что и как вам нужно сделать. Поэтому не спешите, ждите, чтобы Бог послал вам ответ. И порой мы знаем ответ, но мы избегаем его, потому что трудно для нас, скажем, пойти кого-то обличить. Вместо этого гораздо проще распространять сплетни об этом человеке. Но Бог говорит, «Пойди к этому человеку и скажи ему, «Ты обидел меня?» Вам, может, этого не хотеться, но Бог во время молитвы говорит вам, «Иди и сделай». Не трать больше времени. А, быть может, вы на кого-то затаили обиду, и вам нужно простить этого человека. Знают ли они о том, что вас обидели или нет? Или, быть может, вы осознаете, что вы кого-то обидели, и теперь уже вам нужно пойти и сказать, «Я сожалею». Очень многое может произойти после того, как мы предадим наши заботы Богу. Мы составляем первый список забот, а затем составляем второй список тех дел, которым призывает нас Бог. И далее, третий пункт. Составьте еще один список того, на что вы не можете повлиять. И это очень важно, то, что вы не можете контролировать. Совсем недавно я получил один e-mail, в котором мне один человек написал о том, что его несправедливо оклеветали. И он меня спрашивал, что я буду с этим делать. Но в Писании мы находим такой принцип. Если кто-то приходит к вам и говорит, что его кто-то обидел, то у вас есть выбор. Вы можете начать делать то, к чему не призывает Писание, а именно пойти, чтобы поговорить с тем обидчиком. В Библии, в частности, в Евангелии Матфея, 18 главе, мы читаем совсем иное. Поэтому, если кто-то обидел вас, то вы сами должны пойти к этому человеку и рассказать ему о том, что он вас обидел. Может, он даже этого не сознает. Может быть, есть какое-то этому объяснение, которого вы не понимаете. Поэтому моя роль в этой ситуации сказать обиженному, что это его ответственность, согласно Библии, пойти и поговорить со своим обидчиком. И кроме этого, на этом этапе ни ничего не следует делать. И знаете, в чем моя ответственность? Я должен молиться, чтобы у этого человека хватило мужества пойти и обличить обидчика. Именно такова моя роль. Есть много ситуаций, в которых вместо того, чтобы что-то делать, мы должны молиться. И очень часто служители не выдерживают, начинают во что-то вмешиваться, в то время как их задача в том, чтобы отстраниться и дать водительство тем людям, которые задействованы, и молиться, не спешить что-то делать, не помолившись. И получается, вы составляете такой молитвенный список. Допустим, ситуация, когда кто-то, мужчина или женщина, или, быть может, ребенок, попал в больницу. Вы можете пойти и навестить их, чтобы утешить их, утешить больных, больницы, их родственников, быть с ними. И это вы можете делать. Но не вы целитель, не вы врач, не вы тот, кто назначает лекарства и выполняет операцию. Не в этом ваше призвание, конечно, если вы не врач в той больнице. Ваша задача находиться рядом и молиться. Видите, Бог дает нам те задания, с которыми мы можем справиться. и просит нас молиться о том, что в Его руках, что только Он может сделать. Вы понимаете, что Бог не будет делать мою часть, и Он не ожидает, что я буду делать Его часть. Если мы все перепутаем, если мы начнем делать Божью часть, то, что Он может сделать, и пренебрегать тем малым, что в наших руках, мы все испортим. Я не всемогущий Бог. Я не могу исцелять скажем, если у человека рак или инфаркт или что-либо еще. Но я могу молиться Богу и ходатайствовать за этого человека. Я также могу утешать. И это в моих руках. Я могу обличать, когда Бог призывает меня обличать. Хотя я могу думать про себя, я не хочу их обличать. Накажи-ка их сам. Нет, не так мне нужно рассуждать. В этот момент я должен молиться, Господи, действуй через меня, когда я пойду к этому человеку по воле Твоей. Я понимаю, что Ты за меня этого не сделаешь. Но я прошу через это сделать то, что только Ты можешь сделать. Дэвид Хэнсон в своей книге «Продолжительная молитва» написал, «Многие христиане пытались в молитве возложить свои заботы на Бога, но, откровенно говоря, у них мало что получалось. Краткие молитвы результатов не давали, да и как они могут помочь избавиться от давних переживаний? Эти переживания вживались в нас так долго, что избавиться от них можно только в результате продолжительной молитвы». Именно поэтому нам нужно время, тихое время с Богом. 40-45 минут, так как 10 минут недостаточно. Мы так долго обо всем этом переживали, что нам нужно время, чтобы шаг за шагом передать все эти ситуации, которые нас так беспокоят, Богу в молитве. Человек, Дэвид Хэнсон, далее пишет, что он практикует молитвенные прогулки. И многие люди, подобно Лоис, находят этот подход достаточно эффективным. Мы все устроены по-разному. Кому-то гораздо легче молиться, когда он прогуливается, а кому-то, когда он спокойно сидит. Вот пример красивой молитвы, которая была написана много-много лет назад. «Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что я могу изменить, и мудрость отличать одно от другого». Суббота — время отпускать. Мы даем свободу творению животным. Но вопрос вот в чем. Освобождаемся ли мы сами? Какое-то время один служитель согрешил, совершил безразвенный поступок и потерял право нести свое служение. Он был вынужден найти другую работу, он стелил ковролин. Он научился так хорошо делать, и у него наладились дела. Я общался с этим человеком в период его восстановления. И вот, чем он со мной поделился. Он сказал, что он чувствовал себя как одна из лошадей его отца, за которыми он наблюдал, будучи еще молодым. В конце рабочего дня лошади так сильно уставали от всего того, что им приходилось делать, тащить повозку и многое-многое другое. Они были мокры от пота, были горячими, жаждущие какой-то передышки. И потом, когда их распрягали, они шли на поле, и они наслаждались этой свободой, свободой от того бремени, которое им приходилось нести. И вот, что мне сказал, однажды, в конце недели, за ужином, я чувствовал себя настолько уставшим. Я был весь пропотевший, грязный, голодный. Но я чувствовал такое облегчение, как одна из тех лошадей, которую распрягли в конце рабочего дня. Наконец-то я чувствовал передышку. И я спросил этого человека, «Знаешь что, друг, вот ты, когда был пастором, когда было последнее время, когда ты переживал субботу, когда ты предавал Богу свой труд?» Он думал, думал и не мог ничего ответить. И затем он сказал, «Наверное, лет десять назад, так давно, и часто безнравственность, другие наши грехи и ошибки, это следствие того, что мы не соблюдаем время с Богом, не предаем Ему то, что беспокоит нас, и мы ищем облегчение вне того, что Бог приготовил для нас, не соблюдая субботы, времени освобождать». Если бы только этот человек и многие подобные ему находили время для того, чтобы предавать все свои заботы Богу и после этого молиться о том, чтобы Бог показал, что им необходимо делать, и делали лишь свою часть, и молились Богу, чтобы Он делал свою часть, то тогда время, время работы не было бы таким тяжелым, не было бы таким изматывающим, оставляющим без сил. И порой это так печально. И с другой стороны, я обнаружил, что те, кто соблюдает это время с Богом, находят силы преодолевать самые разные искушения. Я вот тут набросал некоторые вопросы для обсуждения, «Посмотрите, кому бы вы могли помочь освободиться от тревог и переживаний, прежде чем избавитесь от своих собственных? Кто бы мог быть тем человеком, кому вы можете помочь освободиться от его забот и переживаний? Помогите освободиться им». А как насчет вас? Если вы летали на самолете, на коммерческом рейсе, то вы замечали, что вначале, перед тем, как самолет взлетит в небо, выходит стюардесса и показывает, что делать в экстренных случаях. И она говорит, если вдруг произошла разгерметизация салона, а самолет высоко в небе, то есть кислородная маска. Обычно она желтого цвета и находится над креслом. И стюардесса напоминает вам, что в первую очередь вы должны надеть ее на себя. В первую очередь вы надеваете маску на себя, чтобы начать самому дышать, прежде чем вы начнете помогать ребенку или пожилому человеку. Чтобы у вас сначала появился кислород, прежде чем вы сможете что-то сделать. И вот что я хочу сказать. Если вы захотите кому-то помочь, прежде чем наденете маску на себя, вы можете упасть в обморок от недостатка кислорода, и никому не поможете, и сами погибнете. И вы уже не сможете никому помочь. И очень часто, будучи служителями Божьими, мы спешим помогать другим людям. Мы хотим, чтобы они испытали Божье прикосновение, Божью благодать, прежде чем мы сами это получим. И это очень распространенная ошибка в духовном мире. Мы должны уподобиться Иисусу и находить время для уединенного общения с Отцом. И уже затем помогать другим, находя для них утешение, ободрение, будучи сами утешенными и ободренными в субботнее время с Богом. Я очень надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Напишите свои заботы. Посмотрите, к чему призывает вас Бог. И затем молитесь Богу о том, что вас беспокоит. И я лично также записываю благодарности жирным шрифтом. И я пишу, спасибо Господи за то, что Ты решил эту проблему, которая была у меня на сердце. И это уже становится временем благодарения за многие отвеченные молитвы. Пусть Господь благословит вас освобождаться от того, что беспокоит вас. Спасибо. Поддержите ТВ-семинари молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tv-семинари.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Продолжение следует... Продолжение следует...